Проект федерального бюджета в этом году принимается только на очередной год, а действие бюджетного правила, согласно которому расходы на нефть определяются, исходя из средней цены за предыдущие три года, отменяется. Документ должен быть внесен на рассмотрение Госдумы 25 октября. До 20 октября на рассмотрение окружных законодателей должен быть внесен и бюджет Ненецкого округа. Но в соответствии с поручением президента, парламентарии уже начали работу над повышением эффективности бюджетных расходов на социальную сферу. Их задача – скорректировать законы, адаптируя к новым экономическим условиям. В первом чтении на сессии приняты изменения в ряд социальных законов. Одно из изменений коснется условий проезда в общественном транспорте. Сразу отметим, что льготы не отменяются, а лишь сокращаются. Схема будет выглядеть следующим образом. Для школьников и студентов планируется установить стоимость проезда в общественном транспорте, то есть в автобусе, в размере 50% от общей стоимости. Для пенсионеров – в размере 20%. Сравнивая ситуацию с соседними регионами, стоит отметить, что ни в Республике Коми, ни в Архангельской области льгот на проезд в общественном транспорте не существует. В абсолютных цифрах это будет выглядеть так. Для школьников и студентов проезд по городу составит 15 рублей и 20 по маршруту Наринмар-Искателей. Для пенсионеров стоимость поездки на общественном транспорте будет равна 6,8 рублей соответственно. То есть в месяц пенсионеру ежедневные поездки по городу будут обходиться в 360 рублей. Такие изменения связаны с необходимостью поддержки АТП. Сегодня это предприятие терпит убытки в размере 10 миллионов рублей. Впрочем, бесплатный проезд все же сохранится для некоторых категорий граждан. Это жители anthro and Liliana Traum, с armage of some students' family, участники внеегащих военных и ягениях действий, супруга, умерщик, участники внеегащих военных и ягодных действий, станет ребенала, погибшим вне 86 победу является 4 един over the death, высокая позитивная inicиста поправки в terre на Runespa на меня и супруга, погибших внеегащих военная и поправки в России. Вынесены изменения и в части предоставления путевок мать и дитя. В новом варианте закона предлагается, что отправиться на отдых совместно с родителями смогут только дети в возрасте от 4 до 9 лет. При этом, в отличие от существующих норм, право на бесплатный отдых может получить не только родитель, но и другой близкий родственник, например, бабушка или дедушка. Родители, чьим детям от 10 до 15 лет, тоже смогут бесплатно отправить свое чадо на отдых, но в организованной группе. Внесение поправок сотрудники здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящая и составляет на ребенка и на родителя более 100 тысяч рублей. С принятием внесенных изменений на эту сумму в следующем году смогут оздоровить примерно 5 детей.